привет всем любителям физики и физического эксперимента с вами андрей щетников вот я вернулся домой после двухнедельного отсутствия и думал что уже пора срочно снимать ролики в ответ на тот ролик который снял дерек малер и выложил на канале веритасиум про то каким образом распространяется электрическая энергия и мы конечно с алексеем завтра этим займемся но сейчас я сижу читаю комментарии на только что выложенный ролик про пожарный шланг где я утверждаю что если имеется пожарный ствол совершенно прямым шлангом из этого ствола с на поднапором бьет струя воды то никакой силы реакции реактивной силы здесь нет она там происходит там где вода загоняется в шланг ну конечно если шланг загнется то силы инерции придут как бы вот начнут работать начнут этот шланг изгибать крутить дальше у нас про это был кстати ролик значит провод эту шланговую неустойчивость сижу читаю комментарии и понимаю что на них все-таки нужно еще отвечать ну я выбрал для ответа пару соображений первое из них такое оно повторяет то что уже сказано было во многих предыдущих роликах про реактивные движения многие пишут а как же так вот эта штуковина которая на которой летают люди над водой где вода из скутера засасывается вверх а потом бьет вниз если вы говорите что реактивной силы нет то как же они тогда летают что за ерунда ну а в самом деле как они летают и это первое что нам надо объяснить и опять я буду утверждать что реактивная сила вылетает не там где вода вырывается и движется вниз но несколько в ином месте ну и вот я нарисовал этого парня на гидрофлайте или флайборде как он там называется у нас внизу стоит скутер в нем двигатель этот двигатель разгоняет воду дальше вода по трубе летит вверх по инерции даже замедляясь потом разворачивается и струя бьет вниз так вот не вот это вылетевшая струя создает реактивную силу хотя без этой струи конечно никакой реактивной силы не было бы а реактивная сила создается за счет разворота воды вот здесь она шла вверх а теперь пошла вниз чтобы изменить скорость на воду нужно подействовать с некоторой силой эта сила действует на воду со стороны трубы соответственно по третьему закону ньютона как во всех таких рассуждениях со стороны воды действует сила на трубу потому что вода здесь разворачивается и вот эта сила и поддерживает спортсмена на лету а вовсе даже никакой силы вот здесь струей уже не создается я говорил это уже в куче роликов буду повторять дальше хотя все время найдутся критики которые в очередной раз меня не поймут ну может быть поймут когда-нибудь ну а теперь второй сюжет представьте себе что у вас есть бак ну вот не такой как я тут изобразила такой огромный на высоте метров сто из него вниз свисает труба а у нее есть еще такой резиновый оконечник внизу и вот мы этот бак залили водой где-то там кран открыли и струя весьма и весьма с большой скоростью хлещет внизу как вы думаете на этот резиновый оконечник будет ли действовать реактивная сила толкающий его вверх не знаю как вам а мне моя интуиция уже без всяких физических рассуждений даже подказывает что ничего такого не будет но вода вылетает вниз и вылетает с чего еще здесь реактивной силе возникать на этом обрезе ну думаю что вот здесь я надеюсь вы со мной согласитесь ну но ведь это обычная струя которая вылетает из этой трубы это все тот же пожарный бронспойт правда если посмотреть на него как бы с другой стороны только вниз направленный ну или это наш это значит значит этот самый гидрофлайер или как он там называется гидрофлайт ну и вот как бы в таком рассуждении мы приходим к выводу ну а чё тут вода течет вниз и течет дальше с чего реактивной силе то возникать на на что она будет действовать здесь вообще никакой такой силы не будет здесь вода стекает вниз даже не за счет того что мы нагнетаем а просто под действием силы тяжести ну и вот этот второй пример который я надеюсь кого-нибудь тоже убеждает он приводит меня одновременно к такому вопросу который хочется задать здесь в конце ролика слушайте а как так получается ведь ясно что из принципа непрерывности вода по всей трубе будет течь вниз с одной скоростью она не может трубе ускоряться если она всю трубу заполняет иначе там какие-то разрывы будут возникать а с другой стороны кажется что вода должна ускоряться под действием силы тяжести как нам согласовать вот эти два представления что сила тяжести есть а вода течет по трубе очевидно по всей длине трубы сверху вниз постоянной скоростью не разгоняясь разгоняясь только где-то на входе ну я думаю что вы как бы вот попробуйте ответить на вопросы что-нибудь у вас хорошее получится ну и кстати говоря принцип вернули вам здесь в помощь а ваше соображение по этому поводу пишите в комментарии к нашему ролику на ю тубе а